Очумелые ручки по-иркутски. Сотрудники МЧС Виталий Ясенков и Евгений Нетесов собрали этот аппарат явно не для забавы. Да и сейчас они находятся не на отдыхе, а испытывают квадрокоптер. Именно так называется этот беспилотник. Несмотря на то, что он больше походит на игрушку, назначение у аппарата самое, что ни на есть боевое. Практические использования в определенных ситуациях. Пожары, поисковые операции, разведка, завалов, оценка особенно последствий чрезвычайных ситуаций. Когда необходимо оценить площадь. Вот это очень незаменимая вещь. Да и к тому же позволяет сэкономить немало денег. Ведь этот аппарат может заменить вертолет с экипажем и спецоборудованием. На создание модели ушло аж полгода. Оно и понятно. Многие детали пришлось заказывать из-за рубежа через интернет. А некоторые части сделали своими руками. Своими руками. Но в основном все крепления, те же светодиодные ленты. Здесь на самом деле около метра всего ленты использовано. То есть разного цвета. Спереди, допустим, вот у нас красная, сзади белая, чтобы видеть габариты самого устройства. Настает время взлета. На высоту 10 метров квадрокоптер поднимается за считанные секунды. С помощью камер нам удается увидеть на земле малейшие детали. Максимальное время в воздухе аппарата 22 минуты. Но этот вылет заканчивается, едва начавшись. Испытание водой камера проходит успешно. Но аппарат все же необходимо просушить. Кстати, найти его в случае подобных ситуаций можно будет без особых проблем. Потеряться этот летательный аппарат вряд ли сможет. На нем установлен специальный GPS-компас. В случае потери связи с его помощью квадрокоптер сможет сам вернуться на место взлета. После этого полета летательный аппарат ждет небольшой ремонт и модернизация. Чтобы творение спасателей было готово в любой момент послужить людям. Павел Марчуков, Станислав Баранов. Новости по будням.